Сторонник следующий, вот я, может быть моя мысль покажется какая-то какой-то такой радикальная, может быть же экстремистская. На самом деле я считаю, что Украина, после права русских, там будут защищены только тогда, когда большая часть Украины войдет в состав России. Нету никакого политического решения, это и проблема, абсолютно. Есть только военная. При том, что военная, она быстро там, в неделю завершится, вот, в прямом бою столкновения российской армии, украинская, исход понятный, проиграет украинская. После этого никаких вопросов у населения, вот нынешняя Украина, кто они такие, кроме западных, западные нас не интересуют. Кто они такие, быть не будут вообще, они будут знать, что они русские люди. 99 процентов, поверьте мне, я жил в семье, киевлян, жители Киева пойдут и получат российские паспорты. Вот, они продолжат говорить по-русски на языке, на котором они сейчас давляют. Но в данном случае они после присоединения получат возможность обучать своих детей в русских школах, смотреть фильмы на русском языке, получать высшее образование на русском языке. Значит, в судах, в различных учречениях используют свой родной русский язык. Ну, это здорово. То есть вы считаете, что активная фаза боевых действий неизбежна? Неизбежна, да. Неизбежна. И в этом ничего нету страшного. Все, если бы не было боевых действий, то они не должны перевращаться в какую-то затяжную войну. И почему мы всегда выступаем за поход российской армии? Потому что это одна из самых мощных армий мира, которая разобьет украинскую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!